Я вам честно говорю, чтобы какашечка была бы именно такая, со стуком на пол, это очень трудно такой корм подобрать. Чтобы интерит шли на этот самый, на ипподром, собирали какашечки лошадиные, катыки, и лечили, и его давали. Мою собаку колорили лекарствами. Колорили лекарствами. Оказывается, можно было просто на ипподром смотреть. Бананы не рекомендуется, потому что плохое переваривание, опять-таки, бактерием, очищение. А чеснок собаке можно? Можно. У меня есть. Чеснок – это профилактика эльминтозы. Значит, сухой корм. Масса производителей сухого корма. На что мы должны обращать внимание? Прежде всего, на породу. Для каждой, вот той же линейки Роял Канин – это не реклама. Я просто стоит вот тут, вот у нас пачка Роял Канин, говорю. В той же Роял Каниновской линейки есть всевозможные возрастные моменты. Есть для мелких пород, причем есть для шпица, есть для Джек Рассела. То есть, зависит от шерсти. Определить правильный корм, прежде всего, соответствующий породе, возрасту и состоянию собаки. И состоянию. Понимаете? Да, да. Значит, это раз. Второе. Подобрать сухой корм так, чтобы какашка со стуком темного цвета падала на пол. И при том, когда ее убираете, не оставляла следа. Очень сложно. Чтобы не было идиосинкразии. Идиосинкразия – это аллергическая реакция на продукты питания. Значит, смотрите. Чтобы не было аллергической реакции. Я вам честно говорю, чтобы какашечка была бы именно такая со стуком на пол. Это очень трудно такой корм подобрать. Вот если у меня много поколений уже было йоркширских терьеров на Роял Канине, вот они прекрасно переваривали. Взяла собаку из другого питомника. Они были там на другом корме, но я постепенно перевела. Ничего. Понимаете? Плохо переносит. То есть толстеет и не более того. Вот. Хотя мои многоколенные йорки прекрасно живут на Роял Канине. То есть, понимаете, кто-то берет Монш, кто-то берет там тренер, кто-то берет Хиллс. Что должно быть в корме? Прежде всего, натуральный состав и отсутствие красителей. Ребят, в Хиллсе красителей полно. Красители вызывают аллергическую реакцию. Вот почему я, так скажем, при том, что очень хорошая линейка лечебных, кормов в Хиллсе, да? Да, есть. Вот. Очень хорошая. Но красители. Понимаете? Вот это вот не должно быть. Красители вызывают аллергию. Дальше. Формина корм. Лечебная линейка потрясающая. Тоже проблемные мочеиспускания, камнеобразование, гепатик, да? Корм такой, который для собак с проблемами печени. Тоже великолепная линейка корма. Тоже при заболеваниях, пожалуйста. Это второй момент сухого корма. Третий момент сухого корма. Чем больше ферментов, тем больше запах. Вот у нас кошка, это сплошной фермент. За кошачьей какашкой будет стоять любая собака в очередь и ждать, когда это дело произойдет. И не потому, что собака не воспитана. Просто всегда собака нуждается в ферментах. Знаете, в свое время поднимали... Вот честно, чтобы вылечить энтерит собаки, это воспаление, да? Да. Да, клеток энтероциты, гибель и так далее. Вот воспаление слизистой тонкого кишечника. Кишечника дает. Да, чтобы энтерит. Шли на этот самый, на ипподром, собирали какашечки лошадиные, катыки. И лечить. И его давали. Потому что там восстановление идет, там ферменты большие. Мою собаку кололи лекарствами. Кололи лекарствами. Оказывается, можно было просто на ипподром стоять. Да, и потом еще раз говорю, как владелец, у которого кошки и собаки в квартире, если собаки за кошачьими экскрементами охотятся, это нормально, потому что там сплошной фермент. Так вот, собачья какашка не должна иметь резкого запаха. Это значит, сухой корм не подходит. Ничего смешного. Это наша жизнь, ребят. Да, согласна. Нет ни одного владельца, который бы не вышел и не посмотрел, как собака покакала. Вот когда он у вас, вы отпускаете из поводка, он бежит, какает, да? И мы обязательно смотрим, а что там, вот как там. Я подтверждаю. Да, это обязательный момент. И еще, вот обратите внимание, вот все, наверное, сталкивались с медвежьей болезнью, да? Когда начинает крутить живот, усиливается перистальтика, если мы нервничаем, да? Вот все, наверное, сдавали экзамены и знают, что это такое. И при волнении тот же прям живот схватывает. Так вот, у собаки происходит то же самое. Отчего это происходит? Это адреналин. Адреналин, который усиливает перистальтику, это волнообразное движение желудочно-кишечного тракта. Вот такой момент. Вышел ваш кобель, как правило, у кобеля, хотя у суки тоже это бывает и часто. Кобель вышел, покакал, вот, как я говорю, со стуком на пол черного темного цвета. Все, замечательно. Вдруг он увидел, мама, враг идет, я сейчас ему. Он, значит, туда бежит, ему хозяйка кричит назад, он стресс получил от того, что не дали сожрать врага. Тут пометил три раза. Следующая порция, какает, жидковато. Вы смотрите, мам, дорогая, а собака-то вот что это такое-то? Теперь он увидел опять этого врага, сейчас наваляю, побежал, тут его перехватили, все, опять стресс. И вот тут может быть, извините, понос со свистом. Отчего? Это не болезнь желудочно-кишечного тракта, а это действие адреналина при подвижной психике собак. Вот он так вот переживал, что у него усилилась перистальтика, так же, как у человека во время стресса. То есть мы говорим о том, что корм сухой на это не повлияет. Не корм, не натуральное питание. Вот это нужно обратить внимание на это. Это, кстати, важно. Важно, мы начинаем грешить, ах, не подходит корм, первый раз пока хорошо, второй раз жидко, а третий вообще. Дрис на свистом. Как говорят врачи, простите, врачи-циники, вы же понимаете. У нас специфика есть своего этого, алексикона, так скажем. Значит, вот этот тот момент важный. Значит, что для важного для сухого корма? Еще раз повторю, наполняемость минеральными веществами, белками, жирами, углеводами. Соответственно, породе, соответственно, возрасту, соответственно, типу шерсти. Понимаете? Да, отбираемся. Возраст. Состояние, физическое состояние собаки. Болеет, не болеет. Болеет, не болеет. Чем болеет. Рожает, беременный, готовится к вязке. К родам и так далее. К родам. Как очень любят собаки. Тестикулы, то есть семенники говяжьи и бычьи, там, бычьи и барани. Вот здесь нужно осторожно. Большой процент тестостерона, ребят, их дают, как правило, перед вязкой. В большинстве случаев поднимает тестостерон, потом замучаетесь. Марина, подскажите, пожалуйста, по поводу еще сухого корма. Да. Можно ли в сухой корм добавлять натуралку? Не натуралку, а вот паштеты, да? Многие любят подмешивать паштеты. Пожалуйста, пожалуйста. Это, знаете, как мы так и делаем всегда. Берем сухой корм, сверху влажный, да? Да, да. Так он называется, влажный. Да. Но не забудьте, что особенно это важно для мелких пород, у которых корни не рассасываются. Молочных зубов. Потому что как у человека, так и у собаки корни молочных зубов вот такие же будут. Важно что, дать наоборот или не дать? Важно добавить им влажный корм? Так вот, что зубы должны массироваться твердой пищей. Влажный корм и сухой корм – это пища мягкая. Для того, чтобы иметь зубы твердые, хорошие, долго бы сохранялись, нужно давать твердую пищу. А твердая пища – это только что. Костите? Не оскольчатые. Не оскольчатые, да. Не оскольчатые. Не оскольчатые – это коленный сустав. Коленная чашечка, да. Есть вопрос такой характера, что, допустим, кормлю собаку сухим кормом, но хочется давать мясо, да, и нужно давать мясо. Как это делать? Это нужно устраивать отдельные дни. Допустим, из недели, там, кормлю с понедельника по пятницу кормом, а в субботу и воскресенье мясные дни устраивать. День мяса такой. Вы знаете, что можно и так, и так. В принципе, можно мясом, если хотите, смешанно кормить. Учитывайте, еще раз говорю, то, что собака должна быть приучена к натуральному корму. Лабрадор из понедельника – это тот, который помойку найдет везде и все съест. Они выходят на улицу и ищут дичь, а дичь нету, значит, помойка, да. Но это шутка. Итак, значит, может корм стоять длительное время, да, потому что есть собаки, которым необходимо мелкими порциями часто есть. Такое бывает. Кстати, между прочим, правда, на самом деле, мне говорили, что собаку нужно приучать таким образом. Вот, допустим, я… Поставил, не съел, убрал. Да, я, допустим, у меня корм стоит всегда, вода стоит всегда. То есть собака захотела, поела. Это имеет значение, как правильно? Это зависит от особенностей пищеварения животных. Может быть, им нужно вот именно… У них есть какие-то заложенные генетические проблемы же, как желудочно-кишечного тракта. Их режим питания 5 раз мелкими порциями, как у человека. Кто-то ест 2 раза в день, а кто-то 5 раз. Это рекомендовано врачом должно быть, правильно? Да, обязательно. А если собака здорова и все в порядке, можно как угодно? Да, миску убираете и все, но вода должна стоить все время. Вода стоит, да. Так вот, значит, смотрите, утром сухой корм, днем в кучняшке можно дать пачку, вот эти вот влажные кормы, баночку-пачку, да? На ночь мясо, если хотите, чтобы собака была мясом, не вырастите вы ни среднеазиатскую овчарку, ни немецкую овчарку, ни каникорса, ни мастина-наполитана. Без мяса не вырастите. Да, да, я согласна. Теперь по поводу, можно ли делать целые дни. Вот в свое время суперпопулярной породой была мастина-наполитана. И вот у них были загрузочные дни, то есть им варили манную кашу. Кстати, манка усваивается 100%, только очень толстеют от нее. Вот забыли мы сказать о том, что манка как крупа. Так вот, мастина кормили. Манная каша и хлеб, замоченный в кефире, батоны хлеба. Это были загрузочные дни, чтобы стимулировать нарастание кожных складок и так далее. И рыхлости, мышечного масла. А манная каша на воде или на молоке? На воде. На воде. На воде, да. Так вот, с сливочным маслом. На сливочное масло? Да, обязательно сливочное масло. Итак, оно должно быть в рационе, обязательно. Итак, поехали дальше. Можно ли делать целый день мясной? Вот здесь вот вопрос. Знаете, почему вопрос? То, что все-таки поджелудочная железа работает не в том режиме, в котором она должна бы работать от рождения, если мы даем сухой корм как основное питание. То есть лучше всего обязательно? Да, лучше это одно кормление натуралки, но не целый день. Кормление целого дня мясного мы можем вызвать расстройство пищеварения. Вот, поэтому еще раз говорю. Конечно, желательно либо натуральный, либо сухой. И сухой давать тогда, когда собака находится в поездке, да? Когда собака кормит, кормящей матери, потому что те же самые в дикой природе собака дикой, да? Которая лактирует, которая щенков кормит, она, как правило, мясо не ест. Вот и может вызвать эклампсию, родильную горячку. Вот, это то, что не нашел у себя главный персонаж романа Джером Джерома «Трое в одной лодке». Он прочел медицинскую энциклопедию, не нашел, все болезни нашел, кроме родильной горячки. Так вот, значит, еще раз, мясо провоцирует родильную горячку, то есть эклампсию у собаки. Поэтому здесь из рациона нужно исключить сырое мясо. И давать все же. Вот, ну и вот, так скажем, по собственному опыту, по-большому, обязательно при рационе сухого кормления должен присутствовать натуральный продукт. Яблочко, там, допустим, перец, тот же перец. То, что касается ягод. Вот есть собаки, которые ходят по грядкам и едят черную смородину. Пусть едят, значит, она им необходима. А виноград, говорит, яд? Виноград нет. Виноград тяжелый углевод, который вызывает вот эти вот процессы развития бактерий, брожения в тонком кишечнике. И виноград ни в коем случае нет. Виноград нельзя, и изюм, в общем, ну, как только изюм. А черешня? Черешня, ну, вы знаете, что по черешне статистики нет. Без косточек. По черешне статистики нет. Но, как бы, не знаю, может быть, у нас ее мало в среднем повороте. Если мы можем себе позволить так немножко, только купить по 400 рублей килограмм в сезон, да? Еще собаку кормить, ну, одну черешеньку дадим. Ну, так же, как, ну, кормили же собаку этими раковыми, этими... Крабами. Крабами, поэтому... Ну, там был олигарх, ну, там, отдельно. Но, тем не менее, и он не выдержал, учтите. Ну, да. Так вот, фрукты, овощи... Даем. Даем. Мясо крупным породам даем, йоркширскому терьеру, конечно. Марина, скажите, пожалуйста, очень важно, раз мы проговорили про фрукты, какие фрукты, помимо винограда, давать категорически нельзя собаке? Ну, банан, банан, тяжелый углевод, и плюс бананы, там, они еще содержат кальций радиоактивный, да? Вот, бананы не рекомендуется, потому что плохое переваривание, опять-таки, бактерии брожения развиваются. Значит, красные яблоки. Вы знаете, как у ребенка желательно зеленые фрукты, так и собаки рекомендуют. Чтобы не вызывало аллергии, ну да. Да, типа того, но вы знаете, сейчас зеленые яблоки могут такую аллергию выдать, чем их там сохраняют. Но в лучшем случае это воск, да, кожуру снимаем, хотя самые витамины в кожуре и у этого, у, как его, огрызочка. Так вот, значит, вот при теперешних тех яблоках, которые у нас, да, яблоки те же самые польские, только как бы под видом Белоруссии, через Белоруссию к нам приходят. Да, потому что мы же запретили ввоз. То есть мы можем давать яблоки, снимаем кожуру. Кожурой и вырезаем огрызор. Да, пожалуйста, яблоки, груша, хорошо. Яблоко хорошо, груша хорошо. Дальше, что еще? Арбуз, вода сплошная. То есть, ну, никаких проблем там нету. Может вызвать расстройство пищеварения из-за нитратов, которым накачивают арбузы. Вот говорю и смеюсь сама. На самом деле, качество... Вот моей маме 82 года, да, я болела коронавирусом, заразила ее. Я болела месяц, она три дня. Два раза два дня покашляла, и лови как цветочек. Вот мне Лена говорит, это потому что она выращена на натуральных продуктах. Вот это минус нашего натурального продукта, то что качество... Хотя, вы знаете, что, между прочим, нитраты-то Советский Союз придумал и по всему миру продавал. Это не значит, что в советское время не было нитратов. Еще как было. Да еще в больших количествах. Марина, подождите, давайте мы вернемся к нашему собаку. А мы говорим про собак, что во фруктах есть нитраты, в овощах есть нитраты. Ну, мы можем давать. Мы же даем, правильно даем. Даем. И сами едим. Вот, значит, мы поняли, что, в принципе, я правильно понимаю, по-хорошему собака должна знать каждый вид продукта, да? Да. Потому что есть какие-то особенности. Да. Если мамочка забеременела, там у нас убирается мясо, тогда должно добавиться, ну, корм сухой. Не только рыба, пожалуйста, рыба, кальмар, который переваривается, сами уже знаем. Да, да, либо мы поехали в поездку, мы там варить не можем. То есть, в принципе, собака должна знать все виды порогнутых. Да, да. Вы знаете, вот к вопросу о правильном или неправильном приучении ребенка к правильному питанию с детства, ребенок до года должен ощутить все вкусы, тогда они у него хорошо развиты, понимаете? И ребенку нужно давать не диетическое питание, я про человека говорю, а всевозможное и кетчуп, там, и чеснок, то есть, чтобы ребенок развил вот это вкусовое ощущение. А чеснок собаке можно? Можно. У меня есть кокер, ну, не кокер, это я так это говорю, кавалер Кинг Чарльз, ест чеснок, это профилактика эльминтоза. Вы сегодня меня просто, честно, очень удивили, ну, многими вещами. Петрушкой? Петрушкой, лук, чеснок, то есть, ряд продуктов, которые, ну, там, где-то я прочитала, где-то я узнала, что, наверное, это собакам нельзя. Марина, это великолепное, то есть, вы нас сегодня познакомили с такими нужными для человека, который любит свою собаку и хочет себе вести. Проверенными годами. Да, да, спасибо вам огромное. Эта тема действительно очень сложная. В любом случае, человек, хозяин выбирает сам, чем кормить свою собаку. Выбор стоит за вами. Мы постарались вам объяснить то, как можно кормить эту собаку. Показатель. А выбор всегда остается за вами. Не вот это, не вот это, а вот это. Это показатель, это то, правильно, вы подобрали питание своей собаке или нет. Смотрим по цвету, составу, запаху и твердости кашки. Друзья, кашки, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео, пишите обязательно комментарии, если у вас появились вопросы. Оставляйте их прямо под видео. Мы, думаю, что возможно, а еще не возможно, я думаю, что мы еще не раз вернемся к теме питания с Мариной. И, Марина, вы нам расскажете еще много чего интересного, чего мы сегодня, наверное, не смогли проговорить. Еще один очень важный момент. Очень важный момент. Знаете, какой это мой взгляд? Мой взгляд, проверенный большими годами. У меня собаки были еще до моего рождения, понимаете? У какого-то врача будет другое мнение, но я вам пыталась объяснить с точки зрения функционирования желудочно-кишечного тракта собак. Еще раз хочу повторить, у нас сегодня с вами эксперт с многолетним стажем, поэтому этому эксперту нужно доверять. Итак, приглашаем вас на курсы. Курсы у нас проводятся два раза в неделю. Курсы селекционеров, курсы заводчиков, курсы судей по экстерьеру. Обучение у нас проводится в течение года, как очное, так и по зуму, то есть онлайн. Из любого города вы можете к нам подключиться. Плюс мы еще высылаем вам наглядные пособия, список литературы и аудиофайлы той лекции, которую вы могли пропустить и не увидеть онлайн. И плюс на следующий год мы будем публиковать лекции, которые вы можете прослушать за отдельную плату. Просто если вас интересует генетика окраса, ради бога, интересует там родовоспоможение, пожалуйста. В этом году как-то у нас не сложилось с этим делом, вот на следующий год у нас уже по накатанной методике это будет проводиться. Ждем вас с сентября месяца на нашей курсе. Будем очень рады видеть, научим даже того человека, который очень далек от биологии, потому что мы это делать умеем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok